МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Лидского телевидения информационная программа события с новостями региона вас знакомит Лидия Поздняк. Смотрите сегодня выпуски. Их смерть не будет забыта. Лидскому историко-художественному музею передали документ с информацией о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Лидского района. Нарушений во время жатвы быть не должно. Ход уборочной кампании находится под постоянным контролем сотрудников милиции. Бенспати-2022. Любительское объединение марсовода и Лиды организует открытый региональный автофестиваль. Вычислили по интимной переписке с учениками. Следственный комитет Беларуси сообщил об установленных фактах педофилии и сексуального насилия в одной из школ Лиды. В совершении сексуального насилия подозревают учителя. Установлено, что на протяжении 7 лет педофил насиловал своих учеников, школьников в возрасте от 15 до 17 лет. Чтобы дети не выдали факты насилия, педофил ставил им хорошие оценки по своему предмету. А в случае отказа обещал применить карательные меры. Сотрудниками лицкого произведения по нарконтролю и противодействию торговли ЗМИ в текущем году была получена оперативная информация о том, что один из жителей города Лиды ведет интимную переписку со своими учащимися. В ходе дальнейших проведения оперативно-развитых мероприятий было установлено, что данный учитель применял насильственные действия сухой характера на сегодняшний день на отношении четырех учащихся школы. В ходе дальнейших проведения мероприятий также было установлено, что учитель позволял учебном процессе своих учеников обнимать, поглаживать, некоторых из них целовал. В следующий момент по данным фактам возбуждено уголовные дела по ст. 167 ч. 2 Кулуна-Колоса Республики Беларусь. 2022 год, объявленный в Беларуси годом исторической памяти, проходит под знаком сохранения героического наследия и правды о всех периодах жизни белорусского народа. Не секрет, что сегодня историческая память белорусов подвергается атакам и всевозможным фальсификациям. Оппоненты в стране и за рубежом плодят фейки о нашей истории в угоду политическим амбициям искажают давно устоявшиеся факты. В целях сохранения социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения нацистскими преступниками, их пособниками, националистическими формированиями в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период на территории БССР и других государств геноцида белорусского народа. Сегодня выявляются десятки мест ранее неизвестных захоронений, обнародуются многочисленные свидетельские показания, существенно дополняющие картину преступлений. Эта кропотливая и такая важная работа проводится и на Литчине. Сегодня Литский историко-художественный музей получил от прокуратуры Литского района архивный документ с новой информацией об истреблении населения, проживающего на территории Литского района в годы Великой Отечественной войны. Документ представляет собой скан издания Барановичского обкома Коммунистической партии, в котором сообщается о совершенных гитлеровской бандой преступлениях, в том числе и об убийстве ими 16 крестьян. Генеральной прокуратурой 7 апреля 2001 года было возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту геноцида белорусского народа. В рамках расследования этого уголовного дела проводятся следственные мероприятия на территории всех районов республики. В частности, были прокуратурой Литского района совместно со следственной группой, были выявлены факты сожжения на территории Литского района 12 деревень. Ярким примером тому служит трагедия деревни Лесники, в результате сожжения которой было уничтожено более 80 граждан Республики Беларусь, из которых 12 детей. В настоящее время прокуратурой проводятся проверочные мероприятия по факту поступления из Государственного исторического музея Великой Отечественной войны, листовки по которой указано о преступлениях, совершенных фашистскими захватчиками на территории Литского района, уничтожении гражданских лиц. Сегодня мы передали данную листовку в исторический музей для обозрения ее посетителей музея, а также воспитания подрастающих поколений. Музей – это учреждение, которое хранит в себе очень много информации, но, естественно, у нас не настолько большой штат учреждения, чтобы успеть уловить информацию со всех источников, и поэтому взаимосвязь с разными структурами, в том числе и с прокуратурой Литского района, важна для пополнения фондов, для пополнения экспозиционных площадей. За последние четыре месяца фонд музея пополнился шестью новыми документами, свидетельствующими о геноциде белорусского народа в военные годы. Переданный прокуратурой документ станет экспонатом музейной выставки «Памятью живы», появившейся в Литском историко-художественном музее в конце прошлого года. Благодаря данной выставке продолжается работа по изучению темы Великой Отечественной войны сотрудниками музея, в частности, и Анастасией Колодяжной, являющейся автором книги «Память главный свидетель». Ее первый том был передан сегодня сотрудникам Литской прокуратуры. О чрезвычайных происшествиях в регионе. Во вторник 2 августа Литские спасатели выезжали на тушение пожара в одной из квартир двухквартирного жилого дома по улице Чернышевского. В результате возгорания повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина случившегося устанавливается специалистами. На полях кипит работа, но и этот период не обходится без правонарушений. Во время уборочной кампании в Беларуси милиция выявила уже более 350 таких случаев. За неполных две недели в хозяйствах Литчины тоже зафиксировано 9 правонарушений. Чтобы их не становилось больше, ход уборочной кампании находится под постоянным контролем сотрудников милиции. Для пресечения нарушений законодательства мобильные группы из числа милиционеров несколько раз в неделю выезжают в хозяйство Литского региона. До конца уборочной рейдовые мероприятия продолжатся. В ходе таких рейдовых мероприятий сотрудники милиции ежегодно фиксируют различного рода нарушения. Например, устал работать в поле, снял усталость алкоголем. Хотя и дело не доделано, и рабочий день еще не завершен. Находятся и работники, которые к основному заработку решили добавить дополнительный, только незаконный. Они сливают с рабочего транспорта топливо и продают. Для того, чтобы не было подобных ситуаций, мобильные группы из числа милиционеров проверяют хозяйство личины на соблюдение законодательства. В состав таких групп входят сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями, отдела охраны правопорядка и профилактики, отдела госавтоинспекции. Они держат под контролем работников полей, однако без нарушений, хоть и мелких, не обходится ни одна уборочная компания. Код уборочной компании находится на постоянном контроле у сотрудников милиции. Для пресечения нарушений законодательства мобильная группа из числа милиционеров несколько раз в неделю выезжают в хозяйство на территории района. В ходе рейдовых мероприятий фиксируются различного рода нарушения. Правоохранители личины за неполных две недели провели девять проверок. В случае каких-либо нарушений сотрудники Лицкого РОВД выносят представление руководителям предприятий. Так, например, было выявлено 8 работников сельхозпредприятий, которые находились в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. Кроме того, выявлены факты незаконного обращения и хищения топлива. В отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы. Также возбуждено два уголовных дела в отношении водителей, один из которых совершил хищение топлива, а второй – хищение комбикорма. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями сверяют по документам наличие сельхозтехники, с данными бухгалтерского учета. Наличие и соответствие имеющихся инвентарных номеров устанавливают причины разукомплектования сельскохозяйственной техники, а также нахождение ее в нерабочем состоянии долгое время. Также следят, чтобы не было хищения запчастей, горюче-смазочных материалов, имущества, а также зерна. Сотрудники госавтоинспекции следят, чтобы в дорожном движении принимала участие только исправная техника. Водители имели все необходимые документы и рабочую одежду со светоотражающими элементами и, конечно же, были трезвыми. Проверка показала, что не вся сельскохозяйственная техника хозяйств Лицкого региона прошла техосмотр. Нашлись и некоторые неисправности. Где-то не работают световые приборы, где-то стертые протекторы шин. Отсутствовала соответствующая рабочая одежда. Ответственные получили предписание с указанием срока, за который недочеты должны быть устранены. В летний период все чаще можно увидеть трактора и самоходные машины. Очень важно, чтобы техническое состояние этого транспорта соответствовало требованиям, необходимым для безопасности. В первую очередь в такой технике проверяется комплектность, наличие светоотражающих элементов, исправных световых приборов. Ведь, как правило, эта крупногабаритная техника перемещается по дорогам общего пользования. Важно, чтобы водители могли своевременно заметить данную технику и избежать каких-либо аварийных ситуаций. Не стоит забывать и о том, что маячок оранжевого цвета должен быть включен на механическом транспортном средстве, самоходной машине при их движении по дороге. В случае не включения маячка оранжевого цвета при движении по дороге в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа, которая составляет до 0,5 базовой величины. А в случае движения механического транспортного средства с техническими неисправностями штраф достигнет одной базовой величины. Ни для кого не секрет, что работники хозяйств работают в круглосуточном режиме. В рейдах госавтоинспекция обращает свое внимание на граждан, работающих в темное время суток. Ведь этот промежуток времени самый опасный на дорогах и характеризуется наибольшей подверженностью для них попасть в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому сотрудники ГАИ проверяют у работников одежду со специальными световозвращающими вставками, а у некоторых и жилеты повышенной видимости. Немаловажным фактором является физическое состояние водителей. Так, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при наличии в выдыхаемом в воздухе паров этилового спирта до 0,8 промилле водитель лишится водительского удостоверения на три года, а также получит штраф 100 базовых величин. Если же концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе будет свыше 0,8 промилле, штраф составит 200 базовых величин, а также водитель забудет о водительском удостоверении на пять лет. За порядком в сельхозпредприятиях следят и участковые милиционеры. Они регулярно проверяют наличие работников на местах и их физическое состояние. Техническое укрепление территории мех дворов. Следят за порядком осуществления сторожевой охраны, ведения журналов о свидетельствовании и другое. В целом, уборочная кампания в Лицком регионе в этом году проходит в штатном режиме. И заслуга сотрудников правоохранительных органов здесь неоспорима. 6 августа состоится второй Лицкий автофестиваль «Бенспати-2022». Первый белорусский фестиваль «Мерседес» прошел в 2019 году в агрогородке Торнова. Спустя три года организаторы снова проводят мероприятие, но теперь уже участвовать в нем могут владельцы любых марок авто. В этом году программа фестиваля заметно расширяется. Уже подано около ста заявок от участников. Фестиваль поменял не только направленность, но и площадку. Теперь его гости встречаются на асфальтированной площадке на трассе М6 возле деревни Колесища. Мероприятие проводится совместно с Лицким исполкомом. Нам оказана большая помощь от исполкома, от всех их организаций. Ждем всех не только для участия в мероприятии, но всех желающих просто хорошо провести время, отдохнуть, посмотреть на автомобили, привезти детей. Ну и просто хорошо провести время. Мероприятие будет проходить на стоянке 160-й километр трассы М6 в сторону Миноид. Планируется проезд выставочных автомобилей, полноценный проезд с представлением, проведение номинаций, громкий рык, громкая музыка. И в процессе будут еще по нахождению участников собираться номинации и проводиться. Также будут футкорты, детские зоны, поэтому людям будет довольно весело. В четверг хоккейный клуб Лида официально открывает новый сезон стартом в розыгрыше Кубка Салея. Сегодня наша команда провела последнюю тренировку на льду. 4 августа рыцари в Лиде сыграют против Гродненского Немана. Начало в 19 часов. Далее нашу команду ожидает домашняя встреча с юностью 6 августа и два выезда в Брест 10 августа и Солигорск 12 августа. Заключительный матч группового раунда Лида проведет 14 августа дома против Динамо Молодечник. Хорошая новость для болельщиков нашей команды. Вход на все три домашних матча Кубка Салея будет свободным. И на сегодня это все. Оставайтесь с Лидским телевидением. Кстати, все материалы доступны для просмотра на нашем сайте. А самая оперативная информация из жизни региона в нашем телеграм-канале и во всех социальных сетях. Приятного вечера и до завтра.